Станислав Желиховский, кандидат политических наук, присоединяется к нашему эфиру. Станислав, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, студия. С чего хотелось бы с вами начать? Смотрите, мы немного контролерсийные новости, заявления получаем от наших западных партнеров. С одной стороны, опасение ядерного удара в случае усиления военной помощи Украине. С другой стороны, из Соединенных Штатов Блинкен говорит о том, что США и союзники удвоят усилия по поиску ресурсов для Украины. Как это все понимать? Если брать заявление госсекретаря США Энтони Блинкена, то тут посыл из Брусселя более чем ясен. Во-первых, это то, что голосование по пакету для Украины, как, собственно говоря, и заявил, госсекретарь должно состояться как можно скорее. А во-вторых, он также добавил, что союзники сосредоточены на создании моста для полноправного членства Украины в Альянсе. Таким образом, Блинкен сообщил о серии встреч в штаб-квартире НАТО, включая второе в истории заседания Совета Украины-НАТО. Ну и также там обговаривались и другие вопросы относительно и Украины, и всемирной безопасности. Но для нас важны именно те блоки, которые касаются нас. И тут очень действительно важно рассмотреть их, потому что вы правильно отметили, что есть некоторая такая контроверсия в заявлениях тех или иных высокопоставленных лиц. Ну и в частности, мы видим и по этому примеру. Ну, если, например, брать заявление о помощи Украине, то тут действительно возникает много вопросов. Вроде бы, казалось бы, что есть оптимизм от государственного секретаря США, но, тем не менее, мы видим, что в Конгрессе до сих пор есть с этим проблема. Ну, как известно, после нескольких месяцев задержек и все более резких призывов сторонников Украины в ближайшие дни Конгресс планирует рассмотреть вопрос о законопроекте, призванном обеспечить дальнейшую помощь США Украине. По крайней мере, так заявил спикер палаты представителей Майк Джонсон. Однако он подчеркнул, что проект, вынесенный на голосование, будет иметь несколько иную форму, нежели сенатский проект пакета на сумму 95 миллиардов долларов, из которых 60 миллиардов должны быть выделены как раз-таки для Украины. И вот среди инноваций Джонсон назвал включение закона АРЭПа, который позволит использовать замороженные российские активы, а также трансформацию части средств для нашего государства в кредиты, которые Киев сможет вернуть после окончания войны. Кроме того, Джонсон хочет, чтобы администрация Байдена отменила решение о приостановке выдачи разрешений для новых проектов по экспорту сжиженного природного газа. И вот как раз-таки каждая такая инновация сопряжена с определенными сложностями. Ну, вот, к примеру, по разным оценкам замороженные российские активы под юрисдикцией США стоят примерно от 5 до 7 миллиардов долларов, чего недостаточно для покрытия даже половины запланированных расходов. Большая же часть из почти 300 миллиардов долларов замороженных средств находится в Европе, которые гораздо осторожнее относятся к идее использования активов. Помимо этого, к идее трансформации финансовой помощи в кредиты для Киева, изначально предложенной Дональдом Трампом и с энтузиазмом, подхваченной несколькими членами республиканской партии, и скептически относится именно как раз-таки администрация Соединенных Штатов, которая, ну, и, как говорится, что якобы Украина не сможет погасить кредит. Ну, и также администрация выразила нежелание отменить разрешение по СПГ. Ну, то бишь, в ближайшие дни сулят новые большие дебаты относительно помощи Украине. Но мне также, с вашего позволения, хотелось бы и отрефиксировать на еще один важный блок, о котором я говорил, а именно о евроатлантической интеграции Украины. Как известно, госсекретарь США Блинкен сообщил, что шли в Брусселе разговоры о будущем вступлении Украины в НАТО, и с его слов он сказал, что будущее Украины как раз-таки в альянсе. Но тут также возникает очень много вопросов, так как это несколько противоречит тому, что написала несколько дней назад газета The New York Times, а именно, что Вашингтон и Берлин выступают против начала переговоров о присоединении Украины к НАТО. А также эту информацию подтвердила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Поэтому, скажем так, да, заявления очень важны, они обнадеживают, и надеемся, что так оно и будет, но, тем не менее, из той информации, которую мы получаем, очень трудно спрогнозировать, когда же мы получим, во-первых, помощь от США, которая застряла в палате представителей Конгресса США, ну, а, во-вторых, получим ли мы какой-то такой обнадеживающий сигнал, например, на Вашингтонском саммите НАТО, который произойдет в июле, чтобы все-таки наконец-то определиться, будет ли Украина членом Североатлантического альянса или нет. И, судя по всему, еще и шатается кресло спикера, потому что есть такие разговоры, и на фоне этих споров между представителями политической элиты мы видим, что эта помощь Украине действительно может задержаться. А насколько действительно шатается кресло под спикером, и о каком временном промежутке мы можем говорить? Сколько еще могут оттягивать? Станислав Желиховский, мы пытаемся еще раз подключиться через нашу связь. У нас есть какая-то небольшая техническая заминка, но... Ну, наши режиссеры сейчас, надеемся, восстановят связь с политологом Станиславом Желиховским. Да, есть уже. Станислав, вы снова с нами на связи. Вы слышали вопрос или нет? Я слышал о том, насколько считается кресло под спикером Палаты представителей. Да, и вторая часть вопроса, как долго еще могут затягивать? Ведь даже вот эта инициатива Джонсона, если она проходит, ее нужно еще раз смотреть, затем снова голосовать, и этот законопроект потом еще нужно будет проголосовать в Сенате. Абсолютно верно. Если будут поправки к тому законопроекту, который был поддержан Сенатом, однозначно будет, во-первых, рассмотрение в Палате, то есть в Нижней Палате Конгресса, в Палате представителей, а потом будет снова рассматриваться в Верхней Палате, в Сенате, и уже потом президент США Джозеф Байден будет решать, подписывать этот законопроект или нет, чтобы он стал уже законом, и после чего уже можно было бы имплементировать его положение. Относительно кадров перестановок, либо тех слухов, которые ходят, относительно спикера Палаты Майка Джонсона, то тут действительно говорится о том, что он может потерять свою должность, и, естественно, если это случится до того, как будут рассматривать те или иные законопроекты относительно Украины, то, конечно же, это оттянет во времени, потому что нужно будет выбрать нового спикера, и уже после того можно будет приступать уже к рассмотрению этих инициатив. Поэтому я бы сейчас не стал прогнозировать, что буквально сейчас после выхода из пасхальных каникул конгрессмены тут же определятся с законопроектом и проголосуют, и таким образом все нормализуется, и мы в ближайшее время увидим вот это решение уже в действии, уже подписанным Джозефом Байденом. Нет, конечно же, сейчас будет еще много дебатов, дискуссий по поводу того, что нужно, скажем так, взять за основу этого законопроекта, подойдет ли сенатский или не подойдет, потому что тут уже может быть такая ситуация, что даже члены республиканской партии уже, скажем так, подготовят законопроект, который, по их мнению, будет наиболее подходящий, ну, в частности, там будут включены те или иные постулаты, о которых я говорил, но уже этот законопроект могут не поддержать демократы, и даже в Палате представителей не будет консенсуса, и таким образом он точно не попадет в Сенат и не попадет, в конечном итоге, на стол Джозефа Байдена. И это действительно большая проблема, и мы уже полгода об этом говорим, но все сводится к тому, что все танцуют вокруг да около, каждая партия и те или иные политики хотят привнести какие-то свои нововведения в это, и, конечно же, это все замешано на выборах, которые произойдут в ноябре этого года, но, к сожалению, ВОЗ и ныне там, и Украина продолжает страдать от этих внутреннеполитических дискуссий и противостояний среди американского политикума. Надеемся, что все-таки стороны сойдутся на каком-то едином проекте, на каком-то едином видении, проголосуют, и все-таки Украина получит ту помощь, в которой нуждается. Иначе это, конечно же, будут колоссальные репутационные потери в Соединенных Штатах Америки. Это негативно отразится на нас, на всем свободном сообществе, потому что мы все вместе воюем с российской агрессией. И не хотелось бы, чтобы такие сигналы получал Владимир Путин, который того и ждет, чтобы Украина осталась без помощи, чтобы союзники не имели возможности найти консенсуса, и даже в пределах каждого отдельного государства. И таким образом, чтобы он не продолжал агрессию, а чтобы этого не было, нужно, конечно же, поддержать помощь Украине и сделать все возможное, чтобы она победила в этой войне. К сожалению, да, Украина не просто страдает, она истекает кровью в ожидании этой помощи. А Российская Федерация, мы наблюдаем, как пользуется окном возможностей. Да, это грубо звучит, но усиливает только свою агрессию и наращивает количество ракетных обстрелов и тому подобное. Станислав, спасибо вам огромное за этот разговор, за участие в нашем эфире. Напомню, на наши вопросы отвечал Станислав Желиховский. Оперативные новости, эксклюзивные видео с линии фронта. Глубокие аналитические обзоры и только самые авторитетные спикеры. Подписывайтесь на YouTube-канал Freedom, чтобы не пропускать главного.